Пусть Бог благословит сегодня. Запросили на одну справу, а я буду прийти до родственников и до вас заходить. А, ну конечно, слава Богу! Аллилуйя! Полезное и приятное. Слава тебе Господь! Мы с вами учимся, да? Мы цей рік освятили знанием духовным. Аминь. Потому что мы уже понимали с того периода, в котором мы с вами начали учиться, что в тот раз даже мы говорили, епископа не Богознамен, но мы говорили, что он уже не слышал записи про профессионализм. В мире там все четко, або ты профессионал, або не профессионал. В христианстве так все замазано и запутано. Если думаешь, что ты выучил Отче нас, то ты уже все, полноценный христианин. А, оказывается, духовные вещи, они очень серьезные. И профессионализм часто для нас это выход, это спасение раз, это исцеление два, это защита наших детей три. Аминь. Аминь. что для нас не сложный и ничего страшного не мог, потому что дьявол лякает тем, что мы не имеем знаний, а он знания имеет, потому что он, что духовное существо, ангел, пачий, и он духовный мир знает, и духовные принципы знает, и он приходит к нам, и заводит нас в что, в заблуждение, и все. Вот и вся его тактика, потому что там силы нет, мудрости нет, вообще ничего нет, на небе была красота, а когда скинули, то сейчас его рисуют, вы видели, как он уродливый, весь лохматый, стал с рогами, в бородавках покритый проказами, потому что нервных красотей нет, все потерял его. И он не хочет и нас обмануть, через то мы с вами учимся, я хочу, чтобы вы серьезно ставилися до духовных знаний, очень серьезно, потому что, если вы сделаете прорыв в своем жизни именно в духовной сфере, и не будете понимать, что вокруг вас происходит, то вам не будет страшно. Вы будете вставать, знать, что кому сказать, кого на место поставить в духовном мире, не мужа ставить на место, а тем, кто за мужем стоит, кто его довел до такого состояния, через то, слава Господу, и сегодня мы дальше идем в знаниях, и сегодня, как бы, такая небольшая тема, но она очень актуальна, это знание духовное, двери в жизнь вечное, так оно мне пришло, я так вам открываю. Смотрите, мы сейчас с вами возьмем одно место, я хочу прочитать, потому что всякие уроки, они должны базоваться на слове Божьем. Аминь, потому что слово Божье важно, оно как свидетельство, оно как подтверждение, оно как есть. Дай, аминь, так скажем. И мы заходим в Иоанна, сегодня мы про Иоанна говорили, еще раз мы туда зайдем. Мы зайдем в Иоанна, у нас Иоанна, 17-й раздел, 3-й вирш. И там говорится, смотрите, такая вещь, «Житие вечное – это то, что узнали тебя, единого Бога правдивого и Иисуса Христа, чтобы ты послал Его». Аминь. Так как сегодня епископ нам говорил, нема никакой сложности, Бог ничего не складывает. Иисус пришел еще на молитву, Он сказал, «Житие вечное – это то, чтобы узнали тебя, единого Бога правдивого и Иисуса Христа, чтобы ты послал Его». Аминь. Все. Вроде бы и все, но тут и начинается сложность. Потому что, смотрите, простота, чем она сложна? Потому что за простотой всегда ховаются какие-то знания. Чтобы понимать просто, вот, смотрите, вы видите, взял столя, кусок дерева. Шах-шах-шах-шах-шах-шах. И уже ножка до столика. А вы, если я не профессионал, я беру топор, одне поля на ииспорте, в друге, в третье, и только чурки остаются. Художник, взял холст, раз-раз-раз, чик-чик-чик, уже вам озеро. Вы взяли холст, чик-чик-чик. И что? И ничего нет. Каляка-маляка. Потому что что? Есть дар. Боже, аминь. На всякую справу подниму. Вот скажи, когда Иисус уходил, Он таку речь сказал, где кто и до сих пор не понимает. Лучше, если я пойду. Сколько в джок это пойду? Лучше. Потому что, когда я пойду, прийдет кто? Дух Святий. А кто такой Дух Святий? Это тот, кто сотворил свет. Это тот профессионал, от А до Б, от Альфа до Омега, от начала до конца. И когда Он прийдет, каже, Он прийдет и поселится в вас, и Он вам откроет. Что? Поведет вас до полної правди написано. То есть Он вам откроет всю правду. Без Духа Святого я не нарисую картину духовную. Я говорю, бо дари эти физические, они прикладаются с народжения. Кто-то умеет рисовать, кто-то куховарить, кто-то шить, кто-то танцевать. Но я говорю сегодня за духовное знание. Они у нас были уборованы еще где? В район. Були уборованы. Но Иисус прийдет и говорит, я познакомил вас с Отцом и я пошел. Аминь. Для чего? Чтобы пришел Дух Святый и научил нашего человеческого Духа, который воскрес при покаянии и открыл нам духовную тайну. Мы все часто говорим, я это говорил в начале своего познания Бога. Каждый из вас, как же попасть в рай? Это каждый думал. В рай попасть, в рай попасть, в рай попасть, в рай попасть, в рай попасть. И вот Иисус нам отвечает четко. Кто хочет попасть в житие вечное, то он должен иметь знание про единого Бога правдивого и Иисуса Христа, который послал его. Аминь. Почему эти первые пары? Бога познав и все. Почему Иисус? Потому что сегодня евреи, те, что знали Бога, они заслуживают в рабочем жизни, но они не приняли кого? Иисус. Не приняли. И сегодня стоит вопрос у них. Кто они? Что они? И почему они в таком положении? Почему эта благодать, как будто благодана, а теперь забрана, вроде Бог над ними посмеялся. И дал нам, языческим, которые вообще до этого дела не подходят. Соби жили, грешили, и тут Иисус говорит нам. Потому что Господь хочет, чтобы знали Отца Бога единого. А как можно знать Бога, если Он находится на четвертом небе и никто туда не может попасть? Как эту проблему решить? Он очень просто решает. Он посылает Того, кто вышел из Него, не сотворенный, а единожды рожденный. Символы верить, помните? Это Иисус Христос, который явил нам кого? Отца. А Отца. Аминь. А Отца мы не видели. Но Иисуса мы видели. Но мы не видели. Но те, кто видели, написали исторические книги. И это историческая личность. Как бы там зараз не крутили, не придумывали сказки, если Он и те, и все. Но Он был. Он ходил на эти земли. Он лихал в этом воздухе. Он смотрел на это солнце. И Он пережил все, что мы с вами переживаем. И Он был человеком. Сыном человеческим. И сегодня вот скажите, что Бог от нас отдаил. Ничего. Он отдал Сына. Но если вы не понимаете духовные вещи, в принципе, Он отдал самого себя. Аминь. Аминь. Да. Для того, чтобы мы Его познакомимся. Аминь. Аминь. И вот я, когда про это говорю соби, и вы сегодня задумаете, как могут знания, ну типа, указать мне путь в жизни личного. Почему именно знания? Почему именно написано знания про Бога Живого? Потому что, смотрите, мы с вами живем на земле и мы имеем физическое тело. И мы часто думаем через тело, да? Ну я. Казал тату мой, как раз. Сколько видишь, сколько и знаешь. Масло. Все. И наше тело, оно ограничено физическими рамками. Правильно? Но мы знаем, что наше тело не попадет в Царство Божие. Значит, Его авторитет для нас под вопросом. То, что мы видим и то, что мы чуем. Вы согласны? Например, приходите в больницу и вам ставят диагноз саркома для тела. И вы сразу думаете, ааа, все. Нет. Просто великий знак питания. Потому что в Царство Божие попадает что? Наша душа. Дух уже там. Общается с Духом Святым. У меня все нормально. Там вопросов нет. А от душа через то Господь каже, что знания приведут нас туда. Хочу, чтобы вы в этом добре разобрались. Не справи, не добрые дела, не те, что я там бабушку через дорогу переведу. Это хорошо. Это хорошо. Быть и делать хорошие дела. Это для тебя насолода. Для людей как бы показник, что ты хорошая людина. Но, где написано, что познание про Бога. Почему познание? Почему знания? Скажите, чем ваша душа кормится? Ким кормится? Понятно. Физичной пищей. Это фрукты, овощи, мясо. А душа чем кормится? Эмоциями, информациями. Знаниями. Это и есть пища для вашей души. Знания. Это и есть пища для души. Для души. Нашли интересную информацию историческую. Пища для души? Для души. Открили Библию и читаете. Это пища для духа. Но и душа тоже интересуется. Потому что там слово написано. Душа не может понять слово Божье до тех пор, пока эти знания ее не открывает. Кто? Дух. Через то и написано. Пизнай Отца. Я могу расширить. Пизнай Царство Божье. Бо отец это и есть Царство Божье. Пизнай принципи Царства Божьего. Бо это и есть Царь Всемогущий. Пизнай Всесвит. Это и есть творение нашего Вседержителя Отца Небесного. Вы понимаете? Как оно так зацепило за ниточку. А оно начинает. И написано, что это пизнание не имеет ни начала. Ни конца. Ни конца. Бог Святий запечатал нас для того, чтобы познать Бога тут, на земле и в вечности. Аминь. Я вообще, когда за это начал думать, задумался думать. Это же классно. Это же никогда ты не будешь задоволен. Все. Зробил. Нарисовал картину. А дальше что? Надо думать над другим. Чи там сотворил твёрь якийсь. И шукай другим. А этот процесс будет постоянным. И я хочу, чтобы вы... Знаете, что я вам говорю? Даже не берися. Пизнание. Ты ж тупый. Даже не берися. Это не по твоему карману. Не по твоей голове. Не по твоих глазах. Даже не пробуй. Я знаю, что епископ подведет семинаристам. Даже в начале Путехи в семинарии не позволяли читать Библию. Даже говорили, что пару человек прочитали, начали до конца и с ума сошло. Да. Чтобы быть нормально лучше даже не берися. Не берися. Духовне начали то бери. Не друга их. Это проделка дьявола. Потому что он боится профессиональных. Он боится знаний ваших. Духовных знаний. Потому что смотрите, до чего это ведет. Самое первое я хочу вам показать. Это так, чтобы вы понимали, для чего Иисус сказал, что признается и тебе все откроется. Так просто. Но не так просто. Потому что отец… Это… Ну как, чтобы наш мозг хоть немного вместил… Это ветер, который не откуда приходит. Я сказал, что не приходит. Я говорю, что я – это ветер, знаешь, что происходит не откуда. Я думаю, что он объяснил. Никодим и так. Никодим и так. Затруднение повезет. Ветер, который не откуда не приходит и никуда идет. Вот я могу объяснить так. Мы не можем понять. Потому что… Потому что… Не потому что мы тупим. Не потому что мы барани. Не потому что мы животные, как нечистый про нас говорит и дает нам характеристику. Не потому что Господь сделал чудо. Он поместил душу в меня и в вас, которая в процессе познания раскрывается шире, шире, шире. Глубже, глубже и глубже. Выше и выше и выше. Иисус помните, Павел, слова духовные, так и сказал, молитва в Ефесянской церкви. Я молю, чтобы мы признали глубину, высоту, широту и дорогу Божьей любви. Божьей любви. И я хочу, чтобы вы сегодня, есть такое украинское слово, засмаковали. Знаете, вот как ты, дадут тебе, ну что, не кольку, а красную рыбу. Такий кусочек. И ты знаешь, много не можешь, но трошечки, сто грамм можно позволить. Ты ее приготовил, и ты ее сидит. Бо действительно там смак, да? Смак, да. Что написано, не будет обделенный. Представьте, какое это чудо. Что для каждого у него есть индивидуальный подход. И я хочу, чтобы каждый из вас нашел свое место, которое Бог вам приготовил, и начал смаковать. 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 Помолился, потом читаешь Библию и тетететет. И знаете, десь года два я этим занимался. Но привело это до того, что я возненавидовал себя и возненавидовал молитву эту утренню. Жить Бога, в какой-то степени. Бо мне это утром вставать. Это каторга была. Бо я любил поспать. Понимаете? И я молился так. Вставал на колено, опирался там на диванчик и так. Молюсь, молюсь. Аллилуйя. Ушел. В сон. А потом, о, ох, я ж на молитву ясну. И один прекрасный момент. Я так, знаете. Знаете, в комнату всевходу не буду молиться. Это жизнь не то. И вот я почув голос Духа Святого, который говорит. Наконец-то. Наконец-то ты осознал. Потому что мучение. О, это не духовное. Релігийное. Я скажу, это не духовное. Это чистое мудро релігийное мучение. Оно никому не надо. Никому. Потому что Господь хочет, чтобы вы наслаждались Ним. Чтобы вы утречком вставали и сказали, я хочу читать. Аминь. Аминь. Я хочу знания иметь. Я хочу. Я хочу. И вот он выберет для вас вашу программу. Скажем так, да? Чтобы вы понимали языком вашу программу. Яка для вас будет зрозуміла, приятна и для вас настроена. Яка это программа? Программа, она у всех одинаковая. Когда мы приходим в церковь. И повторяем. Нас подводят до чего священники? До покаяния. Да? Мы плавно подводим людей до покаяния. Ты готова осознать себя грешником? Вона замысляется и осознает. Если она осознает себя грешником, значит у нее есть желание покаяться. И при покаянии мы ей говорим. Повтори с нами такие слова. Иисус, вийди в моё сердце и стань моим Господом и Спасителем. Это та индивидуальная программа для каждого, которая работает в любом варианте. Аминь. Аминь. И тот, кто сильно понимает, тот, кто совсем не понимает. Любая человек. Как это работает? Вы позволяете Иисусу вийти в ваше сердце и стать вашим Господом. Вы понимаете, что такое Господство, Господь, хозяин? Это когда вся ваша душа не объемлена. Принадлежит кому? Иисусу Христу. Иисусу Христу. Иисусу Христу. Иисусу Христу. Иисус Христу. Это самое ценное, что у вас есть. И это очень ценное. Потому что написано в Слове Божьем, кто владеет душой, тот владеет человеком. И если вы не от того души Иисусу Христу, не будет владеть кто? Дьявол, грехом, проблемами. И вы тогда стоите в руках дьявола опасного оружия, которым он проклинает, которым он что. Почему? У него же нет этой власти. У вас есть. Сказать, что плохое слово есть, есть. А ваше слово, еще и плюс, как Божье творение, оно имеет силу, чтобы материализоваться, чтобы ты сегодня не дошел домой. И он не может и не дойти. Вы скажете, что так может, может. Згадайте великого мужа Божьего, пророка Еллю, не Елесей. И он не помню, кто помню, сколько там детей. Он сказал им, будьте прокляты. И из леса вышла медведица и детей порвала в клочке. То есть вы понимаете, на духовных людях, я не за мир говорю, в мир там болтают, что хотят, и хай они зуби. Они в мир. Я говорю за тех, кто в церкви. Вы думаете, что в церкви только все благословляют? Ого. Есть такие, что так может там дома не рассказывать. А вы говорите, а ух, все умеют, что-то голову ломило у меня. А кто-то так горно про вас думал и говорил. Что-то голову ломило физично. То есть мы с вами познакомим Иисуса. Для чего? Чтобы его... Когда мы ему отдаем душеньку, 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 аминь. Отдаем ему душеньку. Что мы получаем взамен? Духовное здоровье. Да, аминь. 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 Я приходу и говорю, Иисус, вини мое сердце и стань Господом. Он говорит, хорошо, ты готов меня впустить в тайну, в душу? Да, готов. Когда мы это видим, и это искреннее, чистое, Господь сразу говорит, а я тебе буду открывать духовные знания. Почему? Потому что Он хочет быть уверенным, что эти духовные знания, которые я и вы имею, они не навредят. Есть, конечно. Но это такой небольшой отсуток. В основном вся сила и слава и помазание сосредоточено у людей, которые позволили Иисусу, чтобы быть хозяином души. И уже говорят такие люди, не я, а ты Иисус. Не я, а твоё слово Иисус. Не я, не мои эмоции, то жарко, то холодно, а твои божественные эмоции. Уже не мои глаза, которые пожадные. Дай, дай, дай. А уже что-то другое, ценное. И вы себя в этом асоциируете, вы видите, за время каждой из церкви молитвы. Вы меняетесь или нет? Какая белая, какая есть, да? Нет? Уже что-то прекрасное. Уже вам хочется, как сегодня епископ сказал, прощать. Это чья черта? Вот вы не заметили, почему на первом месте Господь поставил прощение? Дьявол не умеет прощать. Когда человек умеет прощать, это значит уже одна черта божественная у вас есть. И вот на тот момент, когда вы прощаете, вы уже не Галя, не Катя, не Петя, а вы что? Дитя Божие. Потому что вы простили. И уже в духовном мире все. Аллилуйя. Уже на Иисуса похожий. Три секунди, но похожий. Пять минут, но похожий. Потому что мы знаем, что за день мы согрешаем сколько, что часто в нашей голове путаются мысли. А кому мы принадлежим, да? Не только с нами это происходит. Павел про это писал. Помните Его слово? То, что хочу делать, не могу делать. А то, что я не могу, не хочу, я делаю. Потому что грех поселился в моем теле. И я его не могу, звитель, достать. Потому что мы с вами сегодня имеем что? Иисуса. А Иисус умеет с этим бороться. Потому что это отдельная тема. Мы поговорим, как грех Иисус уничтожает нас. Причастие. Просто причастие. Вот кусил кусок Иисуса. Запил его кровью. И ты уже стаешь не Виктор, не Петя, не Сережа, не Катя. А стаешь что? Иисус. Но это все надо как-то уместить. Потому что мы часто с вами про это говорим. Говорим, говорим. Не чистый мучит. Говорит, говорит. Мы выходим на улицу. И он начинает воровать. Чтобы эти знания не поместились в вашу душу. И там не прижились. Иисус сказал интересную фразу. Помните? Самарянцы возле Ковроца. Он ему задал вопрос. Ну где же нам поклоняться? Евреи? В Иерусалиме? А мы около этого дуба? Авраама? Авраама? Он говорит, что нет. Настает время. Истинные поклонники будут поклоняться в духе истины. Потому что Иисус, Отец Небесный хочет записать свой заповедь, где? На скрижалях сердца вашего. То есть он хочет свои знания поместить в вас. Через кого? Через Иисуса Христа. Не через Батюшку. Не через Пастыря. Не через Архиматрида. Не Вселенную. А через Иисуса Христа. Священник для вас показывает двери. Дверь. А вы в них сами принимаете решение. И не принимаете. Потому что имени самому. Я говорю, вам надо что? Все время всех знаний. Аминь. Значит мы так и сделаем простой сообщение. Именно, иисус пришел ко мне. Забудьте слово до нас, колуспів нема на окружении, все вокруг колхозное, все вокруг моё, и никто за это не отвечает. Иисус приходит в индуально, Иисус пришел до меня, чтобы передать мне что духовное знание. На что Иисус меняет? Прийдите до меня и купите мазь для глаз своих. Это все духовные звороты, которые мы часто читаем в таком пространстве. Что там? Про какую мазь? Тут мазь, тут кровь. Но когда вы начнете найти край ниточки, кубочки и начнете тянуть, то что? Все будет размотаться. Иисус хочет отдать мне что? Но в обмен на что? На мою душу. Вы готовы Иисусу посвятить свою душу? А вы знаете, все говорят, да, да, да. Я часто говорю, я вас предупреждаю. Не спешите с выясненками. Бо отдать душу, это значит умертвить ей, сказал Иисус. Потерять ее. Вы готовы потерять свою душу? Себе готовы потерять? Как человеку с 30-ти, 20-ти опытом стажа, с своими умозаключениями, с своими метеликами, комами, запитами и всем остальным готовы? Потому что это очень больно. Многие люди говорят, да, да, да. А потом через неделю, батюшка, что со мной делается? Жив, жив себе спокойно. А теперь у меня двое. У меня что, шизофрения? Один говорит, другий говорит, мне что, до психиатра идти? Я говорю, нет. Это стало то, что вы просили. У вас внутри народжается новое творение. А я вам конкретнее скажу. Маленький Иисус. Маленький Иисус. А вот этот вид народжается. Мы его выносим как духовное, но он родится в нашей души. И начнется процесс родственника. И когда малий жрозтецей и стаёт крепким, то меня, как Виктора, станет меньше и меньше. И я уже сам себя не познаю, я начинаю бояться. Там в тех моментах, где я кричал, сварился, обзывался, приходит мудрость. Приходит спокий, приходит решение. Женка меня же не познает, яка, слушай. Ты не ты. Чому? Потому что это тот процесс, который Бог нам предупредил на земле. Уявите, Адам, который родился в районе, давайте задумаемся. Вин был на 100% духовной человек. Она не bättre. Он не понимал любви. Он не понимал любви. Он не понимал любви, любви растений и другие. Но когда он отказался от послушания этих 900 лет, его дьявол учил, как быть грехом. И этот процесс, от святого до грешности. Мы уже получили с вами принароченную эту шинель порванную и сказали, иди. И часто я задаю вопрос людям в мире, для чего ты родился? Печальный ответ – для того, чтобы умерти. А в промежутке, каже, надо что-то побольше кусок вырвать из торта жизни. Это такая философия. И я думаю, я же так думал. И не каждый так думал. Мы бросались в работу, заработали, тянулись в нитку, чтобы купить автомобиль, купить квартиру, потом дитям автомобиль, квартиру, потом внукам. И когда уже, ну сколько, на каких забег хватило сил, да? И когда приходила болезнь, немощь, старость, мы что делали? И приходит Иисус и говорит, все это я аннулил. А что же мне осталось Иисус? А он говорит, что жизнь вечная. Дай мне, возьми. Помните? Вечеря, хлопцы и апостоли сидят, Иисус говорит, я и до отца, которого вы знаете. А это встает, цей хваняный речень. Покажи нам Иисуса. Три рухи. Разум. И в радость и в горе. Покажи нам, отец. Иисус говорит, смотри. Разве ты не младше? Ну, это же не был отец. Это был Иисус. Но в Иисус еще был знанием про отца. Аминь. Из всех, кто там все это понял, это был Иоанн, через то сегодня Евангелие очень духовно наполнено такими, знаете, духовными вещами, которые для нас сегодня знаковыми есть. Потому что он человек был на 100%. Сидел у ног Иисуса с открытым ротом и все время поглощал. Про Иоанна так вроде бы и не пишется. Но у нас есть другий герой. Это Марта и Мария. Помните эту ситуацию? Приходит Иисус в дом. Марта там стол накрывает. Ну, как бы до вас Иисус пришел. Иисус, что там тебе? Чайку, кофейку? Что все? Горщик. Горщик. Господь говорит, что Мария? Хорошая справа? Ну, не так. Мария выбрала лучший час. Аминь. Какой? Она сидела у ног Иисуса и поглощала, что? Знания неба. И мы видим, чем ты завершил. Учни. Розбеглися. Все вместе. А дальше пошли рыбу. Кто был рядом с Иисусом на протяжении пятницы? И Иоанн, Мария, и кто? И мама. Мама понятна. Любая мама свою дитину не оставила. Иоанн понимал, что происходит. Он просто это смотрел. Я думаю, ему Иисус дав это указание, чтобы потом он это описал. Мария, потому что она любила, любила то, что говорил Иисус. И вот знаете, часто мы приходим до Иисуса, особенно в Крагославной церкви, я это не раз бачу. И начинаем там есть такой весь рост Иисуса ци. И вот эти ноги ему плачут. О, Иисус, який мой больный и хороший. Ты же за меня последовал. Иисусу этого не надо. Он хочет, чтобы я подошел и сказал. Я прославляю тебя, Иисус. Но твои знания сегодня меня сделали свободно. Твои знания сегодня вернули мне семью. Твои знания сегодня меня наполнили силою. И уже не я, а ты в моей семье. И уже не я, а твоё слово. И уже не я вхожу по земле, а ты. Иисус говорит. Мой ученик, красавец, похожий на меня, является Отца. От что? Ну, когда мы наоборот. Заживьте меня, то прошивьте меня. Знаешь, что меня Бог наказывает. Это говорит про нашу духовную дезориентировку. Так скажем. Бо мы не понимаем, что происходит в моем жизни. Ну, пришла болезнь. Ну, что? У нас сегодня до вечера пойдет до захода солнца. Так сказал Господь. Нет. Трагедия. Умираю. Все. Взывайте родичей. Да не умрешь. Я не раз сказал. Боже, умирай наверняка. Не так то просто. А ты вообще известно. Пусти. Все. Роботи багато. Розкатав губу. Да? Да? Роботи. Потому что, життя в чьих руках. У кого Господь вирвав жало? У смерті. Амін. Я знаю свидетельство людей, на живую ячу, они с разрезанным черепом вставали и ходили. Серце не билось, а они ходили и рассказывали, и жили. Для Бога, даже мертвяка поставить, он будет жить. Розумієте? Потому что жизнь в его руках. Чому мы должны бояться, что вдруг я сегодня сердце остановлюсь? Зато життя не остановится, хоть и сердце остановлюсь. Понимаете? И когда ты этим же потенциалом живешь, то что? Ты живешь не страхами физическими, эмоциональными, а ты живешь знаниями духовными. Аминь! Чим жив Иисус? Чим живет сегодня наш епископ? Потому что я смотрю, сколько информации он дает в YouTube. Люди не готовы. Им интересно посмотреть, кто за кого. Глубы, зеленые, черновные. Зайшлись, розайшлись. Вот это да. А про эти духовные вещи? Потому что все переплетается. История. Переплетается сегодня, завтра, вчера, після завтра. И все переплетается. Я хочу, чтобы вы шукали свои знания. Возьмите, шукали свои знания. А информации сейчас очень много. Надо читать, размышлять. Я хочу, чтобы вы сделали так, как делал Иисус знание. Когда он остался с народом, а там 6 миллионов голодных евреев сидят в пустыне. И Моисей пошел в горы и не вернулся. И он сказал, Господь, что мне делать? Он уже пошел в мою. Что ему Господь сказал? Помните? Читай. И днем и ночью размышляй над законом моим. То есть, познавай знания. И я тебе через знания поведу тебя. И он начал спрашивать у Бога каждый крок. И вы посмотрите. Ярихон, как рухнул. Да? В землю обетованную они зашли. Народи такие могущественные лягли. Короче, они же только на границе были, а они уже все там от страха, как говорят, помирали. И они только заходили, они сразу сдавались. Потому что не сила их приняла, а знания Божьего, живого Иисусского Бога. Что подняло не Моисея, а Иосифа из темницы? Знания духовные? Він сни разтовкнував, да, фараону. Что эти знания с ним сделали? Став другим человеком, да, печать мав лично от фараона. Возьмите Данила. Что его подняло в статус супер-супер. Опять же знания. Аминь. И вот вы сидите здесь. Иисус стукает в двери сердца вашего. Катю, добра. Я тебе принес знания. Господи, не сегодня. У меня сегодня уже все за планом, они расписаны. Хорошо, настаёт другий рано. Катю, добра. Я принес знания. Господи. У меня сегодня понедельник важкий день. Будем, давай, у второго. Нет, с понедельника, с нового тижня. Нет, с первого числа. Я про себя рассказываю. Я так делаю. Но Господь хочет, чтобы мы приняли решение прямо сейчас. Бо завтра оно лукавое. Найдется что-то. А какое мы решение должны принять? Я готовлю даже Господу свое сердце в обмен на знания. Чи это мне нужно? Потому что Слово Божие говорит, верно, что знания – это как светло, которое просвечивает душу мою. Вот вы, кто любит готовить кушать, готовите на сковородке, который мы вчера готовили, позавчера, три дня назад. Чи что вы с сковородкой делаете? Вот скребаете. Вот как может Господь поместить в мою душу чистые божественные знания? Не можно в старую миху наливать новое вино. Мех порвать и вино испортить. Вот и он вычищает. Он не говорит, готовый, готовый, чистит. Болит, терпит. Потому что, когда он зачистит, он начнет туда ложить свои знания. Вы простите своего мужа, который был пьян не один год. Вы простите своих детей, которые вас убежали не один раз. Вы простите своего соседа по клеточке, который вам мусор под дверей высыпал, а в селе килочки на меже переставлял и сварился с вами. Вы простите нашего президента. Скажите, Боже, помилуй Украине. Мы не будем его пробовать. И много разных вещей. Только так. И это сделает что? Иисус своими знаниями. Потому что прощение – это тоже знания. Аминь. Любовь – это тоже знания. Нет, это это, 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 это. Это в мире любовь, это, это, это. А в Коринфинах написано. Это что любовь? Долготерпение. Что дальше? Прощение. Смирение. Смирение. Ту-ду-ду, ту-ду-ду, ту-ду-ду-ду-ду. Не буду дальше. Все вы прочитайте. А найдете? Это знания. Аминь. И вот эти знания приходят для того, чтобы вы познали кого? Своего отца. А зачем мне его познакомить? Потому что я его сын. И чтобы быть сыном своего отца, нужно быть похожим на него, а не на соседа с рожками, который находится в подворе. Помните, что Иисус сказал евреям? Это была такая беда для них. Они говорят, мы там дети Авраама. А он говорит, отец, ваш дело. Бои дела их, сердца их были жестокими и наполнены злобой. И он говорит, природа ваша, чья? Диана. Но те, кто услышали и приняли Иисуса, то увидели, что произошло. Какие чудеса и знания. Это целый парад был. Мы читаем книгу Диана, это парад чудес. За все время истории Ветхого Завета, может, сколько не было, ну да, там море раздвинулось. И то там, это не человек делал, а Бог. А тут через человека Бог. И до сих пор этот парад продолжается. Просто мир это как? Закрывает, ховает, но это продолжается. И самое большее чудо, это знаете, что? Скажите, я сиду на этом месте. Это самое большее чудо. Потому что конченый грешник сидит в доме Отца. И познает знания небеса. За какие мудрецы отдали золото, богатство. Но им оно что? Закрыто. И Иисус говорит, вам дано знать тайны Царства Небесного. Им не дано. Девят, сколько там люди зараза идуть каву пить, бежать, да все. А тут сидят и говорят, ну, это секта, с приветом. Мы мудрость. У нас деньги, у нас автомобили. У нас, нет. Тут богатство. Тут знания Иисуса. Оттут знания Иисуса, которые из неба Иисус складает. Кому мы? Ни. Аминь. И когда я эти знания принимаю, я хочу, чтобы вы сегодня, много не буду, потому что эта тема, она и душевная, но она заправлена духовным смыслом. И вам ее надо впитать. Я хочу показать вам два простых кроки, чисто технические. Я вам это рассказал не для того, чтобы завести вас за блажение. Я вам даю два простых кроки, которые вы будете користоваться, и вы будете этим жить. Первый крок. Пизнаючи Иисуса через Слово Божие. Первый крок. Вы просто читаете Слово Божие. Можете ли вы это делать? Вам не важко читать Слово Божие? Ни. Именно читайте не Ветхий Завет. Я вас прошу. Придет час. Вам могут криковать читать. Не читайте. Бог кто в начале читает Ветхий Завет, трошки в нем понимание. Читайте Новый Заповедь, Евангелие. Веде Иоанна. З Ветхого Завета можно читать Псалмитця. Дуже хороший там набор слов для молитв. Читайте книгу Деяния. Читайте такие книги. Деяния вообще с Деяния, это историческая книга. Для чего? Чтобы вы познавали Иисуса. Для чего? Чтобы вы читали и понимали. Первый крок. Читаю и понимаю. Не берите от него, как календарь, как за год прочитать Библию. Не берите. Сделайте свой календарь. От возьмите место Писания и написано. Матвей, 5 главе, не помню, який вирш точно. Вы есть светло. И досить вам на месяц. Боже, як це есть светло. Кудою? Звідки? Просить в молитвах. Розкрий. Ростолкуй. Развяжи. Покажи. И вы знаете, вы в этом начнете вариться. И вы, и Дух Святый вам открыли. И вы прибежите сюда. Я теперь понял, что такое светло. Потому что я вам даю свое откровение. Мое откровение для меня. Выбачьте. Вы не меня будете жить. Вы колись голодные дивились по интернету, как готовят кушать. И что? Смачно. Смачно. Ну, вы бежите на кухню. Берете, сразу открываете холодильник. Гопаете два яйца. И сразу жарите яйцем. И есть. Ну, а что вы не очи там. Все реально, четко и правильно. Вы понимаете? Потому что, когда кто-то вам рассказывает свое откровение, это все равно, что по интернету вы кушаете. Он говорит, что вкусно. Я говорю, что ты рада за тебя. Что тебе вкусно. Я люблю уже, как покушаю, я тогда включу, поделиться для информации. Ну, голодные. Вы понимаете, прошу его? Так, когда вы будете читать слово и размышлять, вы будете готовить пищу для своей души. И просите. Помните, что сказал Иисус? Просите, и будет вам дана. Кому не хватает мудрости, просите меня, я дам вам даром и никогда не буду над вами смеяться. Аминь. 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 третий тиждень без спиртного, вам нужно попробовать новое ощущение, как это без сигареты, как это без спиртного, как это без воровства, кто любил обсуждать ближнего, а я вот пост собі закажу, дня три, никого за три дня не обсужу, нужно попробовать новое ощущение, какое это, потому что это все ощущения, от кого, от Иисуса, нам были дарованы відчуття сатанинские, брехать, красти, обсуждать, надиматься, обижаться, завидовать, лукавить, я тебя люблю, брат, еще я тебя не встречал на своем пути, знаете, Ковелину говорит, люди на одной голове, другая думает, поступает, по-третьему, самозагадочная политика, да, а Господь хочет открытости, 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 и эти черты вы начинаете применять, для чего? Потому что, первое, вам позволяет познакомиться, через слово, а второе, понимать, что он чувствует, и тогда то, что написано, воно начинает преобразоваться внутри вас, и слово становится тем, что вот, 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 вот. И я не просто читаю, прочитав, Бог камень, не кради, не бреши, ну, кради, имеется там, рідко кто, ну, насчет брехнуть, не дыхну, я не брехну, и, главное, христиане так классно, мне никогда не брехал, я трошки приукрашиваю обстоятельства, художники, художники, да, а Иисус хочет, чтобы мы заказали пост, не отказались от яичницы, и поели фрукти, и у тебя каждый день у него еще фрукти ем, не нужна мне яичница и сало, я бы на бананах, яблуках, мое, если бы кто-то упаковками приносил, а они пост, без курицы, да, месяц, а ты попробуй месяц не збрехнуть, а ты попробуй месяц не злукавий, а ты попробуй месяц бути открытым и чесным. Помните фильм американский, как малий попросил, чтобы батько не брехал, я бы тут какой-то звезда, еще и ты артист, как его? В Живгарине. Да, это моя семья так любит. Кажу, мы не знаем, что ты все время правду кажешь. Потому что, смотрите, это не то, что Господь до нас какие-то претензии дает, как хочет религия показать. Бейся Бог. Нет, просто Господь хочет, чтобы мы хоть на минуту отчули себя творением Божим. Хоть на день мы насолодились миром Божим, а не страхами. Вообще, кто-то тут в комнате, в своей жизни что-то крал? Может, вы не крали, но я крал. Как я почувствовал злодия? Он идет, и все время у него мысль. Сейчас меня поймают. Сейчас меня поймают. И даже ты идешь по улице, никого не троешь, и идет полицейская машина, а тебе уже все захоло. Ты думаешь, это за мной. И эта человек живет в страхах, даже в доме, даже с закрытыми дверями. Постоянно страхи. За мною придут, за мною придут. Но это человек, который ничего не берет. И даже когда за ней приходит, правильно? Епископ может больше вам рассказать, когда приходила до него служба. Да, да, как это? А ничего в него не нашли. И он улыбается перед ними. А человек, который что-то имеет, боится. И придется отвечать. Потому что Господь хочет, чтобы мы с вами слышали. И сначала понимали. А второй круг. Отчули. Сердце Отца, которое на небе. Отчули. Отчули.